Микс Ньюз. Утро на Болткове. Мы продолжаем. Доброе утро всем, уважаемые радиослушатели. Мы это Михаил Губин. Наталья Михайлова. И звукорежиссер Евгений Копеин. И сейчас у нас тема благотворительности. Сегодня у нас в гостях представители социального проекта. Здравствуйте. Это фотограф Дмитрий Макаров. Здравствуйте, Дмитрий. И певица, педагог по вокалу, организатор мероприятий Лера Штейн. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 11 марта этого года в 19 часов в клубе «Юст» на набережной 11 ноября 17 пройдет благотворительное мероприятие, цель которого – сбор средств в поддержку Тукумского приюта для животных. И также презентация социального фотопроекта «Эсмутапсдраукс». То есть «Я твой друг». Да, так просто. Что это за мероприятие и почему вы этим решили заняться, рассказывайте, Дмитрий. Или Лера, сначала. Да, я, наверное, начну, потому что это уже не первый мой социальный благотворительный проект. В принципе, да, вот стараемся поддерживать различные приюты для животных, не только Тукумские. Просто в данном случае сложилось так. В данном случае Тукумскому повезло, да? Да. Ну, наверное, повезло. Можно назвать это так. Да, создаем в этот раз именно социальный фотопроект. Уже до этого в проекте был и календарь, и различные мероприятия, тоже как бы посвященные этому. В данном случае социальный фотопроект, в котором участвуют различные, известные в Латвии люди из разных сфер деятельности вместе со своими животными. В этом и собаки, и кошки. Что значит участвуют? Что они делают, эти люди? Я думаю, что про фотопроект нам лучше расскажет Дмитрий. То есть они фотографируются? Потому что Дмитрий воплощает весь этот проект в жизнь, как бы мою такую вот сумасшедшую идею. Хорошо. То есть это 12 персон, да? То есть 12 их тоже, потому что будет календарь или что? Нет, календаря не будет. У нас уже как бы март, мы даже по китайскому календарю на Новый год опоздали, поэтому... А 12 почему тогда? Такое символическое число? Ну, 12, ну, знаете, так, наверное, просто получилось. 12 месяцев, да. Число, наверное, 13 как-то не все любят. Если делать 11, то тоже были бы вопросы, почему 11 и не 10. Ладно, хорошо, оставим. Мы пошли в 12 саранью. Итак, что это за проект? Что делают эти люди? Как вы их фотографируете? Эти люди делают, ну, знаете, я пытался как бы этот проект сделать не только о животных, да, то есть у меня какие-то такие мысли, они зрели давно. И просто когда вот там Лера позвонила, написала, предложила поучаствовать, я понял, что какие-то вот свои идеи могу реализовать в рамках этого проекта. То есть это не только о животных, это о людях в целом, которые за какой-то вот развитие цивилизации, технологий, за будничной своей жизнью просто теряют какое-то умение радоваться простым вещам, которые немножко забывают о каких-то простых светлых, тёплых чувствах, как дружба, да. И это была просто такая, ну, есть вот этот весь фотопроект, это такая фантазия в каком-то утопическом мрачном мире, откуда исчезли животные, да. И остались люди, которым больше, которые настолько влечены вот этой своей повседневностью, точнее, не влечены, а затянуты, да, что просто перестали радоваться, находить какой-то смысл жизни. И вот это такие просто 12 историй, которые о людях, которые внезапно начинают ощущать вот эту ущербность и неполноценность мира без животных, когда все… А как это вот выглядит? Да, на фотографии. Серия фотографий с и серия фотографий без? Да, серия фотографий с и серия фотографий без. То есть, ну, изначально хотел, конечно, сделать только фотографию без животных, да, то есть, как бы показать только одну тёмную сторону того, что хотелось показать. Ну, это мрачно очень. Да, поэтому мы сделали вторую серию фотографий, это будут такие диптихи. И вторая – это уже, собственно, фотографии в классической портретной манере, да, где постарались сделать упор на какую-то эмоциональную сторону, да, отношения хозяев и животных. Вот, как-то вот показать их близость и радость от общения друг с другом. Какие животные у этих людей, есть ли какие-нибудь экзотические? Экзотические? Наверное, самые экзотические. Знаменитые люди, Михаил, вас не интересуют, сразу животные. Да, ну, животные только собаки и кошки. А кто у вас участвует-то в проекте сначала, может быть, скажите, вот, что за знаменитые люди? Из нашего латвийского шоу-бизнеса, певцы, певица Рута Дудума, певица Лаура Райла, певица Сабина Березина с целыми двумя йорками, очень забавные собачки. Певица Лера Штейн, там, сразу же заговорили. Да, певица Лера Штейн, кто? Певица Лера Штейн, да, тоже собачка маленькая, абсолютно беспородная, но такая любимая, которая вот своя и самая лучшая на свете. Да, также участвует Светлана Лев, предприниматель. У нее Лев. У нее, у нее два фингса замечательных, очень красивых танцоров, Ролан Штейнбергс, известный наш новый повар, хозяин ресторана Лефоли, Эдуард Ванденберг. На самом деле, очень сложилась замечательная публика, и все участники очень отзывчивые, что немаловажно. То есть, в принципе, кому я предлагала участвовать, никто не отказал. Это очень приятно. И даже, мне кажется, съемки проходят в очень дружеской обстановке, легко работать, несмотря на то, что люди достаточно известные и могли бы быть характером. А почему вы думаете, что серия этих фотографий обратит внимание общества на брошенных животных? Может быть, все побегут покупать, скажем, себе дорогущих каких-нибудь породистых и так далее? Вполне возможно. И такое, к сожалению, наверное, это мы не можем предвидеть. Но поскольку мы именно обращаемся к приюту для животных, то есть мы это мероприятие делаем для них и в рамках самой презентации фотопроекта, который придет 11 марта в клуб «Джаст», соответственно, мы тоже будем об этом много говорить, рассказывать, показывать какие-то видеосюжеты, фото. Мы сами туда и ездили, и еще поедем. То есть, таким образом мы бы хотели, да, привлечь. И, знаете, им, конечно, даже изначально нет и не было такого ожидания, что это просто будет какой-то взрыв в сознании, в головах, и все тут же бросятся разбирать собак из приютов. Просто как бы однозначно в головах стереотипы никогда не меняются, да, это всегда очень медленный процесс. Но даже среди своих знакомых и среди людей, с которыми я общаюсь, я заметил такую тенденцию в последнее время, что люди предпочитают брать именно животных из приютов. И не по одному, там, по два, по три. Но это медленный процесс, да, и он распространяется, да, там, через слухи. Кто-то кому-то похвастался, кто-то тоже загорелся этой идеей помощи. И вот этот проект и весь этот благотворительный вечер – это просто еще одна ступенька не для того, чтобы внезапно взять и раскрыть сознание. Нет, это просто чтобы как бы расширить вот эту как бы заинтересованность, какой-то информационный посыл со стороны приютов. А деньги будут собираться вот как раз в клубе «Джаст», да? Да, будет проходить. Благотворительная вечеринка такая будет, да? Да, благотворительная вечеринка. Там какой-то аукцион будет. Что будет предусмотрено в программе? Будет, в первую очередь, естественно, коробочка для пожертвований, для тех, кто не хочет, скажем так, каким-то образом светиться, потому что люди приглашены разные. И будет, да, аукцион и лотерея для всех участников. И там уже будет фотографии, можно посмотреть. Да, там же будет фотовыставка Дмитрия Макарова. У нас в команде вот три человека, еще визажист Елена Дубакова и представители Тукумского приюта. Они будут участвовать тоже каким-то образом? Мы приглашаем, конечно же, их, но будут ли они на мероприятии, пока что неизвестно. Да, в рамках проекта можно, конечно, будет ознакомиться в первую очередь с фотовыставкой, потому что это цель данного мероприятия – представить фотопроект. А вы в Тукумском приюте сами были? Да, конечно. И что вы можете сказать о нем? Какое на вас произвело впечатление это все? Ну, скажем так, конечно, у них намного меньше средств, которыми им помогают. Опять же, скажем, по сравнению с нашими рижскими. С рижскими приютами, да. Конечно, здесь есть финансирование, это немножко другой уровень. Там ситуация более плачевная. Тяжелая, да. Тяжелая, да. И туда очень много привозят собак, просто привязывают к воротам и уезжают, соответственно, и приносят щенков в мешках и оставляют. Вот, между прочим, у Эдуарда Ваненберга, участника нашего проекта, как раз собачка из Тукумского приюта, который его точно так же туда просто… Подкинули. Так что, может быть, и среди наших слушателей тоже есть такие люди, которые неравнодушны и захотят кого-то приобрести из приюта, как раз сейчас, пожалуйста. Мы как раз говорим об этом. У нас в гостях сегодня два участника социального фотопроекта «Смутавздраукс» и благотворительного концерта. Это фотограф Дмитрий Макаров и Лера Штейн, певица и педагог по вокалу, также организатор мероприятий. А вот тут у вас написано, что так же визажист и мастер причесок было задействовано в этой вот… А это только мастер причесок людей или животных тоже? Я думаю, что у меня животные тоже соответствующим образом. Я думаю, что если ей дать в руки инструменты, она из любого сделает прекрасный шедевр. Да, но в данном случае… Есть ли какие-то ограничения по посещению этого мероприятия или у всех желающих приглашается? На это мероприятие мы приглашаем абсолютно всех желающих, кто неравнодушен к животным, кто желает каким-то образом их поддержать, хотя бы своим присутствием, кому интересен фотопроект. Сам фотопроект на этом не закончится еще месяц, он как фотовыставка будет находиться в ресторане «Лефоле» у Эдуарда Ванденберга, куда тоже можно будет прийти, посмотреть уже непосредственно фотоработы и также как-то принять участие в проекте. Да, может быть, расскажите немножко еще и о других проектах, если вы говорите, что это не первый ваш проект уже. Кстати, Дмитрий хотел спросить, долго вы эту концепцию придумывали или она так пришла сразу, как-то внезапно? Она сформировалась, она как бы в окончательном виде, конечно, как-то сразу, но в принципе какие-то идеи, как зарисовки, они у меня уже несколько лет так копились. То есть в этом плане было проще, потому что где-то половина материала она выбралась сразу, да, из глубин подсознания, наверное. А давно вы вообще этим занимаетесь? Вот как давно? Социальными проектами. Ну да. Социальными именно? Фотопроектами, да, связанными с такими. Потому что вы сказали про календарь уже, что… Нет, календарь делал. А, проект, да, календарь, ясно. Каждый год это были другие фотографы, участие вот именно в благотворительном, в социальном каком-то мероприятии. Это первый опыт, да? Это мой первый опыт, потому что, в принципе, как бы понятие благотворительности в последнее время сильно дискредитировано, да, и я, может быть, вот под гнетом этих стереотипов как-то так старался на это внимание не обращать. А чем дискредитировано, по-вашему? Отношением, то есть, посмотрите, у нас куча фондов, куча обществ, и каждый год постоянно, в основном это перед сдачей годовых кварталов в налоговую инспекцию, да, возникает какие-то, какая-то вот возня вокруг всех этих мероприятий, вокруг всех этих дел, да, и волей-неволей какой-то такой осадок остаётся, что там… А может быть, ну и пусть, какая разница, в конце года, не в конце, какая жертва у нас людей. Неважно, что им выгодно, главное, что это хорошо для тех. То есть, я как бы уже слышала вот именно об её проектах в предыдущие годы, да, и знаю немного, ну вот саму Леру, то есть, я сразу же с радостью согласился, то есть, абсолютно себе как бы отдавая в чё, что тут всё будет по-честному, правильно. А сложно фотографировать животных? Они же вертятся. Очень-очень сложно, да, ну, когда как, да, то есть, и были животные, с которыми всё проходило вообще там с первого дубля и очень легко, а были такие, которые они сначала очень энергичные, их не снять, потом они слишком устали, их не трогая, и потом, значит, как бы цикл замыкается, они отдохнут, и они опять слишком энергичные, да, вот. А есть ли разница между котами и собаками, вот, и какая, если вы заметили? Как фотограф? Да, есть, потому что котик-котиков я люблю, собак боюсь, это для меня вообще был такой вызов немножко. Боитесь даже маленьких? Даже маленьких, я не знаю, как это объяснить, даже баллонку, да, которая вот в восемь раз меньше меня. Был негативный опыт, может быть, у Саря, нет? Ну, если был, то это вытесненные воспоминания, потому что... А вы хотели спросить, чтобы привлечь внимание, чтобы как-то они смотрели на камеру, как-то там щёлкать чем-то там? Да, откармливать чем-нибудь. Что у меня за спиной, иногда я послушаю, там, вот, у нас вот как команда, я не один в студии, да, там, вот, и Лера присутствует, и Лена, наш визажист, я вот чувствую спиной, там, за мной такой цирк происходит иногда, чтобы привлечь внимание животных, что я бы, наверное, тоже пошёл бы... Что вам самому интересно становится, да? ...выселся бы на колени к хозяину, чтобы посмотреть, что там вообще происходит. Потому что мы их и зовём, и хлопаем, и танцуем. Вот так одна фотосессия сколько может занимать по времени? До четырёх часов у нас получалось. Так долго? Одна. Одна, ну, потому что у нас два образа, да. Во-первых, это подготовка, это и грим, и прическа, и подгород. Это с переделом образа, да? То есть у вас стилисты тоже работают, я так понимаю, Да, нам помогает наш латвийский бренд «Баска» и Татьяна Мацкевича с образами для участников. «Люссайз» модель наша, да? Да, она тоже участвует в проекте со своей собакой. Да, 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 да. А она с кем? Со собакой. С китайской хохлатой. Ясно. А вот больше было котов или собак? Ой, было собак, что для Димы это волнительно. Собаки были маленькие ещё, да? Собаки, наверное, ещё маленькие, которых на руках носит? Или были какие-нибудь большие? Нет, только одна была большая. Был большой лабрадор, да. Остальные все маленькие, карманные, позитивные. Ну, а хозяева, как вот, ладно, собаки, хозяева как тебя вели? Старались прилично, да. Да? В глазах своих питомцев выглядеть. Честно говоря, я ожидал чуть-чуть больше капризов, каких-то придирок со стороны фотографируемых людей, потому что всё-таки люди такие уже изласканные вниманием. Избалованные, конечно. Фотокамер, да, избалованные. А вот на удивление они всё очень просто. А собачкам и котикам приходилось что-то давать вкусненькое, чтобы они там как-то... Конечно, да, разные вкусняшки, чтобы они больше реагировали. Кто-то не может сдержаться. Вот моя, например, собака съела весь реквизит, пока мы её фотографировали. Но, да, на самом деле, конечно, у всех собак и кошек разная степень воспитанности. Кто-то более дрессирован, кто-то более домашний, ручной. Но, в принципе, да, со всеми удалось найти общий. А вы говорите, что вот там маленькие, а большие были собаки? Да, был большой лаврадор. Самая большая была лаврадор, да, собака? А самый маленький? Ну, кто у нас, наверное? Ну, ёркий, наверное. Наверное, ёркий самый маленький. Особенно тот, который подстриженный. А коты были породистые или такие тоже взятые из приюта? Сфинксы породистые, у Дениса Шевелёва кошка. Там непонятно. Непонятно. Но красивая. Ну, очень красивая кошка, да. Хорошо, ну что, Лера нам принесла ещё песенку послушать. Эта песня будет звучать как раз на презентации, да, Денис? Да, во время самого мероприятия будет проходить также концерт, конечно же, наших известных артистов. И тех, которые принимали участие в проекте. И одним из гостей также будем я со своим коллегой Алексом Силверсом. Мы работаем в дуэте. И вот это одна из наших последних композиций. Да, перед тем, как вот послушать эту песню, потому что мы уже потом закончим, мы ещё раз всех пригласим. Пригласите, пожалуйста, вот в клуб «Джаст». Когда? Да, 11 марта в 19.00 в клубе «Джаст» состоится социальный фотопроект. Благотворительные мероприятия. Все, кто любит животных, приглашаются. И кто вот думает, может быть, о том, как-то помочь и так далее, тукумскому приюту в этот раз собирают деньги на то, чтобы их обитателям, тукумским обитателям было полегче, поинтереснее немножко. И будет замечательный фотопроект Дмитрия Макарова с такой особой концепцией, где представлены две такие противоположные стороны жизни с домашним животным и без него. И вот заодно можете со стороны посмотреть, как это выглядит. Может быть, вы даже не отдаёте себе отчёт. Спасибо вам. Удачи вам в ваших проектах. Надеюсь, что вновь.